Привет, Интернет! С вами Андрей из Австралии. Сегодня мы поговорим о качестве строительных материалов, которые используются при постройке квартир, домов в Австралии. Я думаю, не секрет, что австралийцы в основном строят не для себя, а они поддались жадности и инвестируют в квартиры на пару лет и потом продают дороже. Надеюсь, будет слышно. Ну, в принципе, как жадность. В принципе, нормально. Люди зарабатывают. Почему бы и нет. Ну, естественно, из этого возникает другая проблема. А зачем вкладываться в дом, который не для вас, да? То есть, не получается, что люди, грубо говоря, покупают старый дом. Они там покупают китайскую плитку, которая выглядит замечательно прямо вот сейчас. Ну, а через год-два она уже будет выглядеть всей такой пошарпанной, поцарапанной. Вот. И то же самое с ламинатом. В первую очередь, просто самые дешевые материалы. Те же самые окна, я слышал в случае, то есть, тоже в нормальных таких вот зданиях. Ставят китайские окна. Потом эта резина рассыхается. И у вас там можно палец просунуть между стеклом и рамой. То есть, она там просто шатается от ветра. Ну, естественно, все это продувается. Вот. В чем прикол еще? Это касается не только таких вот маленьких домов. Это касается, ну, или квартир. Это касается также и высокотажек. На, по-моему, этой неделе. Опять же, вот такие вот... Я не помню, кстати, опл или не опл таус. То есть, произошел инцидент. Там, в общем, жильцы с верхнего этажа... Ну, понятное дело, женщины. Они, в общем, накидали туда гигиенические эти... Салфетки. В туалет. И на девятом этаже у пары прорвало трубу. Залило им всю квартиру септиком. И руководство этого дома выгнуло их из дома. Вот. То есть, они сказали, можете... Мы вам поможем... То есть, это Мэритон. Здание, да? То есть, вы можете жить в инцидентах Мэритона. За две тысячи в неделю. Вот. Ну, те, как бы, сказали... Мы хотим вам что-то бесплатно. Вот. Я сказали, не, бесплатно за две тысячи... Эти института вам не будет. Мы вам... Вас можем переселить, когда-нибудь в другое место. Вот. Ну, и этим товарищам им залило дерьмом, грубо говоря, всю квартиру. Задило ихнюю обувь. Вот. Мебель. Ну, и, понятное дело, что теперь там небезопасно. Ну, я думаю, что соседям снизу тоже не очень приятно. В чем прикол? Прикол в том, что используются пластиковые трубы. Насколько я слышал, на... Может быть, я ошибаюсь, но... На полтора сантиметра толщина меньше, чем нужна. То есть, опять же, сэкономили на трубах, на пластиковых. Ну, и теперь вот такие приколы. Это не только трубы. Это, как я сказал, уже те же окна. Сейчас начинают паниковать по поводу электрики. То есть, используют кабеля очень низкого качества. Сами понимаете, что когда-нибудь она там на The Screed, то есть, вместо положенных 20-30 лет, эти кабеля уже начнут там перегреваться и разрушаться через 5 лет или 3-4 года. Ну, это уже пожарная безопасность получается. Нарушается. И получается, что в таких вот зданиях особо достаточно опасно жить. Я, помню, сокрушался по этому поводу, по этим кабелям, да? То есть, если в Германии вы можете купить тройник ну, или удлинитель, который вы можете там включать все, что угодно, то в Австралии они практически все идут на две стороны тысячи ватт. То есть, фактически выключаете чайник и микроволновку и у вас его вырубают. Вот. Не особо приятно. Я так думаю, это связано с тем, что скорее всего вся проводка у них тоже в таких же на положении. все-таки проблемки есть с качеством подешевле, побыстрее и все это идет с Китая или, может, Вьетнам, не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует...